Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. В 2023 году в Карачева-Черкесии был собран рекордный по объему урожай зерновых за последние пять лет и составил 540 тысяч тонн. Об этом рассказал глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов на ежегодном послании Народному собранию. По отношению к 2022 году сбор урожая вырос на 40%. Для дальнейшего повышения качества выращиваемых культур и повышения урожайности Министерства сельского хозяйства необходимо организовать работу сельскохозяйственными товаропроизводителями по увеличению площади искусственно орошаемых земель до 2030 года на 4000 гектаров, заявил Рашид Темрезов. Он также отметил, что особое внимание уделяется развитию системы сельхозкооперации. С помощью Мир господдержки смогли укрепить свою материально-техническую базу с современным оборудованием, увеличить объемы реализации продукции, дополнительно вовлечь в кооперацию порядка 500 участников. Кроме того, Рашид Бориспиевич рассказал, что для начинающих фермеров в рамках реализации грантовой поддержки «Агростартап» малого и среднего предпринимательства в 2023 году создано порядка 45 новых постоянных рабочих мест в сельской местности. На эти цели направлено 68 миллионов рублей. Правильно сделанный выбор отвечает за качество жизни и достойное будущее. В Черкесске состоялась 29-я конференция Карачаево-Черкесского регионального деления политической партии «Единая Россия». О том, какие важные вопросы и задачи были поставлены для будущих депутатов и про сам этап голосования, расскажет Майя Хамдохова. Приветствуя участников конференции, спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов напомнил, что «Единая Россия» была и остается единственной партией в стране, которая отбирает кандидатов в депутаты путем предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения партии, при выдвижении списка очень важно опираться на поддержку избирателей. В этом году участниками стали действующие депутаты, участники СВО, представители здравоохранения, образования, спорта и культуры. В ходе доклада «Единая Россия» указала главные ценности для партии. В приоритете – благополучие жителей республики, качественное образование, социальная защищенность, достойная оплата труда, здоровье и долголетие. Сегодня в период важной избирательной кампании наша задача – заручиться поддержкой и получить убедительное большинство в региональном парламенте. Поэтому и действующим депутатам, и тем, кто идет на выборы, предстоит активная работа с населением. Надо идти в народ, встречаться с избирателями, быть рядом с человеком, жить его проблемами, а не давать пустых обещаний, а после отработать все вопросы. После речи депутата Народного собрания делегатам конференции предстояла важная задача – проголосовать за список кандидатов, с которыми «Единая Россия» пойдет на выборы. Делегаты определяют путем тайного голосования за данный список, они голосуют, либо против. То есть в случае набирания большинства голосов данный список конференция утвердит, и уже мы пойдем с этим решением в избирательную комиссию Корчево-Черкесской Республики. Более 48 тысяч жителей проголосовало за будущих кандидатов. Среди голосующих были и участники специальной военной операции, для которых особенно важно было понимать, что их слышат и решают их вопросы. Конференция интересная. Я первый раз с такой конференцией. Идеи здравые для нашего государства, для нашей республики. От послания президента, все детали, которые он выложил, я прослушал. Идем с ногу со временем. По завершению конференции в итоговый список вошел 71 кандидат. По решению Генсовета партии «Единая Россия» его возглавил глава Карачаева-Черкесии Рашид Демрезов. По итогам тайного голосования список был утвержден единогласно. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Удостоились и те, кто отвечает за состояние кабинетов, оборудование, наличие препаратов. Ведь в деле обеспечения здоровья населения важен труд каждого человека, о чем напомнил и главный врач поликлиники Зураб Гогушев. Я хотел бы вас всех поздравить с этим праздником, с нашим праздником Днем Медицинского Работника. Я считаю, что этот праздник должны отмечать не только медицинские работники, а все люди на этой планете. Потому что жизнь у каждого из нас начинается со встречи с медработником при появлении человека на свет. Всю свою жизнь он сопровождает так или иначе с определенным промежутком времени. Опять же с этими встречами с медицинскими работниками. Пусть будет это детство, юношество, взрослое состояние. Я думаю, без нас, без медицинских работников было бы все гораздо хуже и плачевнее. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы продолжим. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы, в том числе при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-21, в горах местами плюс 8-13, днем плюс 25-30, в горах местами плюс 16-21 градусов. Черкесский кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем порывы, в том числе при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30 градусов. Продолжаем выпуск. В рамках федерального проекта формирования городской среды в Карачаевске ведутся работы по благоустройству новой аллеи. Подробнее расскажет Майя Хамдохова. Гулять по красивой аллее, наблюдать за прохожими с ароматным кофе в руках – это не только про красоту, но и про комфорт. Особенно в жаркую летнюю погоду, когда солнце в самом зените, для прогулок по аллее люди выбирают комфортные условия и здесь учли все пожелания горожан. В ближайшее время проблема с мусорными урнами, освещением и тротуарной плиткой будет решена. Делится процессом работы начальник отдела строительства. На территории Карачаевского городского округа в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, так же как по всей стране, проводится отбор территорий. Они выставляются на федеральную платформу за город Среда.ру и происходит голосование. Те территории, за которые больше отдают голосов граждане, участвуют в благоустройстве в следующем году. В том году мы выставили две территории, и у нас победила аллея по улице Ленина. Комплекс мероприятий, направленный на улучшение экологического и эстетического состояния, будет проходить в два этапа. По словам специалистов, уже к началу учебного сезона завершится благоустройство новой территории. И к этому времени учащиеся с еще большим трепетом будут ждать школьные перемены. Так как аллея расположена возле учебного заведения. Ведь повторять домашние задания можно будет не только в стенах школьных коридоров, но и на благоустроенной территории. Мы с вами находимся на данной аллее. Мы ее будем благоустроить в два этапа. Первый этап – 320 метров аллеи. То есть смощение. Будет установлено 19 лавочек, 19 урн. Освещение. Будут высажены новые деревья и кустарники, и цветы. Майя Хамдохова, Али Бастана. Вести. Карачава, Черкесия. Безопасность детства. Так называется всероссийская акция, в рамках которой спасатели и сотрудники МЧС Республики проводят профилактические мероприятия. В Черкесске на базе Центральной спасательной станции школьникам рассказали о правилах поведения на водных объектах. Подробности у Али Баташева. Демонстрация спасательного и водолазного снаряжения увлекает с первых минут. Рассказ о том, как правильно вести себя на водных объектах, проходит в форме дружеской беседы. Спасатель Сергей Жирняк напоминает три основных правила безопасности. Быть в головном уборе, купаться только под наблюдением взрослых и в строго отведенных для этого местах. Лучше на пляже. Купание в речке опасно. Она имеет свойство менять русло, плюс на ней течение. Может быть и коряги, битые бутылки, все что угодно. То есть нужно купаться только в строго отведенных для этого местах. Сейчас пора отпусков лета, пора отпусков родителей и пора школьных каникул у детей. Хотел бы обратиться, чтобы родители не оставляли своих детей самостоятельно вблизи воды, вблизи водоемов, озер, потому что это чревато опасностями. Купальный сезон в республике открылся 1 июня и продлится до 15 сентября. Марк Ткачев любит купаться на пляже парка «Зеленый остров». Вода спасает от жары и делает отдых приятным. Главное – не забывать о правилах безопасности. Не заплывать, забыти, далеко от родителей не уходить, не баловаться. При возникновении чрезвычайной ситуации детям не следует проявлять героизм и пытаться спасти утопающего самостоятельного. Лучше сразу привлечь внимание взрослых и обратиться в службу спасения. Спасатели показали, как водолаз с командой извлекают из воды макет пострадавшего. Герой был удостоен громких аплодисментов. Мне понравилось, как флаваль водолаз, и там этот баллончик, я его еще никогда не видела. Эти лодки мне тоже понравились сильно. Они цветные, они вроде надувные были. В завершении встречи сотрудники МЧС вручили детям памятки о правилах безопасного поведения на водных объектах и пожелали приятного и безопасного летнего отдыха. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске состоялся региональный этап спорта-киады «Русгидра» в группе «Юг». Это третий отборочный этап корпоративных спортивных состязаний. Участвуют в нем 8 команд. Каждый из них хочет встать на пьедестал почета. О настрое участников, о значимости соревнований, болельщиках и атмосфере спорта-киады расскажет Альбина Ламкова. А как зовут нашего самого маленького болельщика? Владислав. Владислав. За кого вы болеете? Каскад Кубанских ГЭС. Усов Николай Александрович, наш папа. Надеюсь, что тоже будет маленьким спортсменом в будущем. Такой же, как наш папа, да? Да, скажи. Будем такими же спортсменами, как папа. Да. Возможно и то, что в будущем малыш выберет профессию журналиста. Судя по тому, какое неподдельное любопытство он проявил к микрофону. Хотя можно и совместить два направления, став спортивным комментатором. Но пока самый маленький болельщик вдохновляет не только своего отца, но и всю команду. Несмотря на жару, борьба развернулась не на шутку. Для каждого участника спорта-киады в группе «Юг» это всегда грандиозное событие. Здесь абсолютно особенная атмосфера. Невероятный накал страстей, буря эмоций и зачастую неожиданные результаты. Стадион «Нарт» стал настоящим праздником для всех участников соревнования. Мы желаем всем вам успеха, побед, но победит пускай дружба. Мы просим вас, будьте как дома, пожалуйста, всех. Каждому из вас я хотел бы пожелать добиться главной цели. А главная цель – это победа. Быть лучшим, сильным и в спорте, и в жизни, конечно, важно. Участники спорта-киады в группе «Юг» за два дня показали свои физические способности и навыки в шести дисциплинах – мини-футбол, шахматы, баскетбол, бадминтон, русский жим и многоборье, которые объединяют в себе плавание, легкую атлетику и кроссфит. В первый день были определены победители в русском жиме и в бадминтоне. Шахматисты отыграли первый круг турнира, а многоборцы опробовали первую из пяти дисциплин – плавание на 50 метров. Карина Савченко приехала из Волгоградской области. Участвует в спорта-киаде в третий раз. Есть успехи в волейболе. В прошлом году выиграла региональный этап по легкой атлетике и получила золото. Спортом занимаюсь с детством. Это всегда эмоции, это всегда адреналин. Я очень люблю соревноваться, поэтому обязательно участвую. И по возможности от Волгоградской ГЭС всегда приезжаю. Здесь я впервые, мне очень нравится, очень гостеприимный народ. Очень вкусно, кухня очень нравится. В корпоративных спортивных состязаниях соревнуются 136 человек. Каждый участник получит опыт. Но путевка в финал будет только у одной команды. Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. По результатам соревнований путевку в финал получила сборная энергетики ИП. Второе место у североосетинского филиала. И на третьем месте Черкейгэстрой. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин